Любовь к чтению объединяет людей. Ежегодно ценители литературы празднуют Всемирный день книголюбов. Тех, кто ценит труд писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, работников типографий и книжных магазинов. Причем среди них немало тех, для кого чтение является еще и основным хобби. Магия книги — это своего рода особое таинство. Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения — загадкой, которую предстоит решить. Мир, в который предстоит окунуться в своем осознании и воображении. Одним из явлений современной жизни стали и электронные книги, позволяющие читателю всегда иметь при себе компактный гаджет, содержащий огромное количество литературных произведений, которые владелец устройства может выбрать для своей электронной библиотеки. А какие книги читают тверичане, узнали на улицах города. Я нон-фикшен в основном читаю, но современную и классику тоже читаю. Могила для 500 тысяч солдат или Воскресенье Толстого. Из последних — Ремарк, Триумфальная арка. А как любите читать? Бумажный формат или все-таки в электрон? Бумажный больше. Почему? Ну, приятнее на ощупь это все, делать какие-то пометки. Мне очень понравился эгоистичный ген Докенза. Есть, может, какой-то предпочитаемый жанр? Ну, я люблю на ощупь, само собой. Книги нет. Почему? Времени не хватает? Времени не хватает. Сейчас дачный сезон, работа. Пробовал аудиокниги, не понравилось абсолютно. Пробовал в электронном виде читать. Нет. Книжка все-таки мне приятнее. Больше по психологии и саморазвитию. Есть, может, какая-то любимая книга на столе? Любимая книга. Автора не помню. Кафе на краю земли и возвращение в кафе на краю земли. Очень просто написано, читается за один-два присеста и очень классно описывает, так скажем, жизненные ситуации. Тут уже речь идет о вкусах и предпочтениях. Кто-то стремится идти в ногу со временем, находя это удобным. А для кого-то книга — это непременно печатная продукция. Бумажный том, который можно с трепетом взять в руки с книжной полки, полистать и читать только в таком виде. О пользе и популярности книг рассказал декан филологического факультета ТВГУ Михаил Лагунов. Она развивает, она заставляет мыслить, она заставляет фантазировать. В настоящий момент молодой человек вынужден, склонен и, как сказать, поставлен в такие условия, что он больше читает средства массовой информации через интернет и меньше читает реальную книгу. Хотя есть, конечно, разные формы, там, аудиокниги, да, которые тоже распространены, да. Но вот если мы говорим о реальной книге, как мы ее представляли, да, все бумажный вариант, да, книги, которая пошла после Ивана Федорова, конечно, сейчас ее берут в руки реже. Безусловно, чтение книг способствует расширению словарного запаса, повышению грамотности, также регулярное знакомство с литературой улучшает память и навыки восприятия текстовой информации. Сейчас День книголюбов имеет всемирное значение, несмотря на то, что праздник 9 августа официально не признан праздничным днем. Может быть, для многих из нас эта дата станет поводом для того, чтобы отвлечься от повседневных хлопот и провести время за чтением интересной книги.